Еще осенью у организаторов большого офицерского балла в Севастополе произошло сразу несколько значимых событий. Организовали первый русский балл в Швейцарии и получили трехмиллионный грант по президентской программе. Юлия Ефремова расскажет подробнее. Вместо офицеров – политики и бизнесмены, вместо Михайловской батареи – зал отеля «Бариваш», вместо Севастополя – Швейцария. Неизменными остались только бальные танцы и русский дух. Создатели офицерского балла в Севастополе организовали бал «Русские вечера» в Швейцарии. Это был не просто танцевальный вечер. В одном зале переплелись литературные, музыкальные и хореографические композиции русских классиков. Частью литературной ее прекрасно воплотил Константин Юрьевич Хабенский со своей командой, с которой мы как раз работали на этом баллу. И они как раз эту литературную тематику очень интересно ее обыграли. Константин Юрьевич, например, декламировал отрывки из русской классики. Под это танцевали наши пары, в том числе у нас был свой сольный такой номер. Он прям голосом бала был. Да, он был голосом бала. А зная его голос, конечно, получилась такая совершенно волшебная история, очарующая. Балл был чудесный. Зал прекрасный, с хорами. Музыканты знаменитые в то время. Букет великолепный. И разливанное море шампанского. Хоть я и охотник был до шампанского, но не пил, потому что без вина был пьяный любовью. На вечер русской культуры пришли около 150 человек. Светское общество не только Швейцарии, но и европейцы из разных стран. Екатерина и Дмитрий получили много благодарных отзывов от гостей. Они верят, балл в Швейцарии – хороший рубеж на пути к покорению Европы. Заявлять о Севастополе не пришлось. Его и так хорошо знают. Наш город становится культурным примером даже за границами России. Мы не могли, конечно, предположить, что в какой-то момент сравнение Швейцарии и Севастополя, то есть Лозанна и Севастополь, дойдет до того, что нам говорили, ну, вы понимаете, вот вы то, что хотите предложить танцы для всех, это же во мне Севастополь, где все хотят попасть на бал, где все умеют танцевать. Где-то норма. Нас, конечно, слегка удивляло. Еще одна победа ознаменовала ноябрь для создателей офицерского бала. Они стали лауреатами Всероссийского конкурса президентских грантов. Впервые заявку на участие подали в прошлом году, но безуспешно. В сентябре этого попытку повторили. Результатов ждали два месяца. Я просто увидел репортаж как раз по телевизору, что гранты распределены. Естественно, это было раньше, чем было запланировано. Я залез на сайт, увидел это все. И была очень приятная фраза. Мне кажется, она прям правильно приятная. Там написано «Победитель конкурса». Ты смотришь и думаешь… Да. Проект «Офицерский бал» получил 3 миллиона 200 тысяч рублей. Деньги распланированы. И пусть они не покроют все расходы. Организаторы не переживают. В следующем году бал состоится. Чтобы получить грант, нам лично, наш опыт, я не знаю, может, разные есть истории, нам пришлось почти 5 лет к этому идти. То есть ты, подавая заявку на этот грант, показываешь все, что у тебя есть за эти 5 лет. Это же не уместить, правда, вот в эти все рамки. Да, конечно, нам всегда мало формируем. Можем еще писать. В этом году гостей танцевального вечера ждет что-то особенное. Екатерина и Дмитрий планами делиться не стали, но намекнули. Офицерский бал отпразднует не только свой первый юбилей, но и день рождения Севастополя. Заявки на участие начнут принимать уже с января следующего года. Юлия Ефремова, Илья Якушев, информационный канал Севастополя.